Сотрудники управляющей компании «Жилье» решили первыми испытать новую систему. С 1 января следующего года они планируют начать передавать данные должников в Национальное бюро кредитных историй. Те долги, которые у нас на сегодня есть, должники при передаче истории в Национальное бюро кредитных историй, они будут введены в базу. Таким образом, сведения неплательщики будут занесены в его кредитную историю. Человек с задолженностью за ЖКУ не сможет взять кредит в банке, обратиться в Центр микрофинансирования и даже выехать за границу. Перспектива не из лучших, но коммунальщики утверждают, это вынужденная мера. Я считаю, что нужно добиться того, чтобы они оплачивали. И я считаю, что вот эта мера будет результативной и даст положительный результат. Но почему же у людей возникают большие задолженности? Сами неплательщики объясняют это просто. Слишком высокие цены. Мы решили провести небольшой анализ и сравнили, какие суммы за ЖКУ платят европейцы и американцы. Первым делом следует отметить, за рубежом за состояние инфраструктуры ЖКХ отвечают такие же управляющие компании. Но государство жестко контролирует их финансовую деятельность и проводит ежегодную индексацию тарифов. Так, в России на оплату коммуналки среднестатистическая семья тратит 17% от ежемесячного дохода. В Германии, Франции и США 13%. Следует учесть и условия жизни. Русские, как правило, живут в многоквартирных домах, износ которых зачастую бывает просто катастрофический. Немцы, французы и американцы обитают как в частных коттеджах, так и в квартирах. Но площадь их гораздо больше. К тому же они могут похвастаться закрепленным за ними местом на парковке, консьержкой, системой видеонаблюдения, а иногда даже теннисным кортом и бассейном. Интересно, что за рубежом управляющие организации действительно стараются облегчить людям оплату коммунальных услуг. Там часто проводят различные акции и даже распродажи, прямо как в супермаркетах. Например, можно заключить контракт на вывоз мусора на 5 лет по фиксированной сниженной цене. Или оплатить электричество и получить большую скидку на следующий месяц. В России же о таких взаимоотношениях между гражданами и коммунальщиками пока можно только мечтать. Наши управляющие компании могут похвастаться лишь предоставленной рассрочкой на оплату услуг сроком 2, максимум 3 месяца. Хотя вряд ли человеку с долгом в 100 тысяч рублей это поможет. Эльвира Софиулина, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтихим». Артур Довлекаев, телеканал «Нефтихим».